Добрый день, уважаемые участники вебинара. Добрый день, те, кто смотрит нас в записи. И мы приступаем к нашему вебинару, который называется «Фундаментальные основы визуализации» и «Как они влияют на практику ее применения в обучении». Тема для меня, можно сказать, очень важная, выстраданная, не только с собственным опытом применения визуализации, инфографики, учебного видео, но и оценкой того, как, ну, во-первых, как это делают другие люди, правильно, неправильно, когда сам я доволен визуализацией, когда я недоволен, когда я вижу, что она передает совершенно ложные посылы, вместо того, чтобы быть понятной и служить для большего разъяснения основной мысли автора. Так и многими комментариями, можно сказать, широкой аудитории к различным учебным видео. Я, кстати, конкретно этого вопроса коснусь, одного из таких учебных видеоматериалов, опять же, визуализации, как они это все понимают. Ну, и общее мое заключение в том, что не все так радужно, как кажется. То есть мы, с одной стороны, большинство людей понимает, что визуализация – это хорошо. И, в частности, в области обучения ее применение необходимо и ведет за собой лучшее понимание. То есть если визуализация правильно применена, то ей практически нет замены. Глаза у нас передают 80-85% полезной информации в наш мозг. И глупо не использовать этот канал для того, чтобы что-то объяснить нашим учащимся, студентам. Причем из того, что на самом деле изначально не является визуальной информацией. Но очень часто мы забываем, что зрение – это не идеальный канал передачи информации. Он имеет свои особенности. И зрение обеспечивается нашими глазами, ну, может быть, процентов на 30, а на основные 70%, если не больше, обеспечивается мозгом. То есть это зрительно-мозговая деятельность. И она имеет свои существенные нюансы, которые позволяют нам, с одной стороны, собственно, использовать визуализацию, а с другой стороны, очень сильно искажать ту информацию, которую мы хотели бы передать нашим слушателям. И эти ограничения, если угодно, носят фундаментальный характер, то есть связаны с самим свойством человеческого зрения, с основами человеческого зрения. Вот об этом мы немножко сегодня и поговорим. Я хотел бы представить свой курс, прежде чем перейти к теме нашего вебинара, который должен начаться 5 ноября. Мы его традиционно проводим с компанией «Ракурс» уже многие годы. В этом году он будет называться «Мастерство визуального объяснения и учебного видео. Практика схемы инструменты». И будет состоять из двух больших модулей. Модуль видео и модуль визуализации. Каждый модуль по 6 тем. 12-ти темный большой курс. Милости просим. Вот есть ссылка, которой вы можете воспользоваться. Всеми ссылками, которые есть в моей презентации, вы можете воспользоваться, скачав ее. Скачать вы можете презентацию из раздела «Файлы». Кнопочка над моим изображением ведет в раздел «Файлы», где хранится в том числе и эта презентация. И тогда все ссылки будут кликабельными, и ими вы можете воспользоваться. Ну, кроме того, вообще полезно будет вам иметь эту презентацию у себя. Поэтому, пожалуйста, ее скачайте. Да, вот внешний вид лендинга примерно такой. Общие характеристики курса такие. 12 тем, 12 двухчасовых вебинаров, большое количество примеров, 96 академических часов и время проведения с 5 ноября по 12 декабря. Это, опять же, ссылка, по которой вы можете подробнее все посмотреть. Ну, а мы, собственно, переходим к нашей теме. И давайте поговорим о некоторых общих вещах. Мы часто видим вот такую вот схему, где схематически изображено, как, собственно, работает наше зрение. Здесь глаз изображен, как некое подобие оптической системы, что, в общем, удобно иной раз понимать именно так. Так, в тот момент, когда мы, собственно, хотим разобраться с оптическими свойствами глаза. Ну, надо понимать, что это очень упрощенная схема. И реально глаз... Давайте я немножко, может быть, начерчу здесь как-то. Вот мы видим, что есть какой-то объект. Есть изображение этого объекта на сетчатке. И потом что-то возникает в мозге. Да? У нас или в мозгу. Так вот, надо понимать, что система глаз плюс мозг совершенно не работает, как фотокамера. Мы привыкли мыслить пикселями о том, что изображение делится на участки какие-то элементарные. И эти элементарные участки отображаются у нас на мониторе, имеют отображение в файле. Этот файл можно куда угодно переслать, потом воспроизвести в любом устройстве и так далее. Несмотря на то, что воспринимающими элементами нашей сетчатки являются колпочки и палочки. То есть отдельные в первом приближении точечные светочувствительные элементы, аналогия с фотокамерой и пикселями совершенно не работает. То есть реально мозг работает совсем по-другому. Он воспринимает скорее контрасты, скорее линии, чем пиксели. Скорее контрасты в этих линиях, нежели непосредственные освещенности. И именно эти сигналы посылаются в мозг. Ну и вообще, если отходить еще немножко на один шаг назад к обобщению, мы должны понимать, что наш мозг не строит никакого изображения. В смысле геометрической оптики, как мы это привыкли в школьном курсе оптики, когда есть объект, есть его изображение, и с изображением мы работаем. Вообще говоря, вся структура зрения, как она образовывалась биологически, она совсем для другого предназначена. Никакой объективной фиксации объектов для этого зрения предназначено не было. У животного организма есть вполне конкретные задачи. Убежать от врага, найти партнера, найти еду. Ну, вот это три основные задачи, с которыми ты должен справиться, иначе ты как биологический объект не успешен. И поэтому глаз и мозг изначально направлены на распознавание, а не на объективную фиксацию. В наших технических системах происходит обратный процесс. Мы сначала строим изображение, потом при помощи какого-то алгоритма пытаемся его распознать, сопоставив с какими-то другими образами. В мозге все происходит совсем наоборот. Мы сначала что-то пытаемся распознать, и потом на основе распознанных элементов строим изображение. Это легко понять, если мы попытаемся отобразить хотя бы на экране нашего монитора какие-то картинки, которых в жизни не существует. Например, цветной шум, высокочастотный цветной шум. Всматриваясь в этот шум, мы ничего в нем не увидим абсолютно. И никакую картинку адекватную этому цветовому шуму в нашем мозге не возникнет. Мы единственное, что и сможем сказать, что это нечто, что не имеет аналогов, в чем мы не можем разобраться. И даже более сложную картинку, состоящую из каких-то пятен, уже более низкочастотных пятен, но не имеющих аналогов в нашей жизни, мы тоже распознать не сможем. Она для нас ничего абсолютно не будет значить. И объективного изображения ее в мозге практически не будет, так как не будет и никакого распознавания. Вот это основную глубокую мысль, которую я хотел бы сказать перед тем, как мы перейдем к более практическим вещам. Кстати, что касается чисто оптической системы, я хотел бы еще один тезис сказать, естественный для оптиков, но не все его понимают. На самом деле основная оптическая сила глаза заключена не в хрусталике, вот здесь вот, да? Хрусталик только подправляет изображение, а основная оптическая сила вот здесь сосредоточена, на первой поверхности, на роговице. Ну, это так, к слову. Давайте пойдем дальше. Те из вас, кто хотят разобраться с тем, как на самом деле глаз работает, я предлагаю вот эту книжку. Кстати, зайдите, пожалуйста, в файлы. Я сейчас эту книжку сделаю для вас, возможной для скачивания. Я думаю, это уже достаточно старая книжка, и никто нам не предъявит прав на нее. Это книжка Нобелевского лауреата Джеймса Хьюбеля «Глаз, мозг, зрение». Несмотря на то, что она написана практически для специалистов, вот вы можете последний абзац здесь прочитать, для студентов биологических и медицинских вузов, нейрофизиологов, офтальмологов, психологов, а далее через запятую специалистов по вычислительной технике и искусственному интеллекту. Книжке этой более 40 лет, тем не менее, актуальности она своей не потеряла. Книжка непроста в чтении, но не содержит в себе никаких биологических деталей, которые бы могли помешать вам ее прочесть. В общем, я очень вам ее советую, для тех, кто хочет разобраться серьезно в этом вопросе. Ну что, а мы с вами перейдем к более практическим вопросам. И начнем мы с вот этого видео. Это наше видео, видео Директ Академии, которое мы сделали на нашей конференции в 22-м году в Сколково. Выступает замечательный астроном и популяризатор науки. Владимир, ой, прошу прощения, Владимир Сургин, конечно. Это одно из самых популярных видео на нашем канале в YouTube, но я отдал вам специально ссылку на наш канал в ВКонтакте, который точно у вас воспроизведется, потому что, как известно, с YouTube у нас в стране некоторые проблемы. Вот. Выступление, получасовое выступление, называлось «Можно ли верить изображениям из космоса?» И я вам очень советую посмотреть его. Там как раз проблематика того, о чем мы с вами говорим, рассматривает, частично рассматривается. Вот. Так вот, я хотел бы обратить внимание, ну, здесь вы это не увидите, потому что это ссылка на ВКонтакте, а тот ролик, который был помещен у нас на YouTube-канал, и который там около полутора сотен тысяч просмотров вызвал, вызвал также массу комментариев, часть из которых меня ввели просто в состояние, как модератора канала, в состояние, как бы вам это сказать, мрачного изумления. Вот. То есть люди настолько были уверены, что вот этими изображениями, которые поделился Владимир, их пытаются обмануть, что целая вереница комментариев была связана с тем, как ученые нас дурят, и явно же, что эти изображения, они совершенно лживы и ничему не соответствуют. А ведь Владимир делился даже не инфографикой и не визуализацией, а скорее различными изображениями из космоса, которые в подавляющем большинстве случаев являются фотографиями, либо прямыми фотографиями, либо фотографиями слегка, слегка или не слегка обработанными, но обработанными с тем, чтобы визуально было более понятно. Вот одно из таких слегка визуально обработанных изображений, я, кстати, не помню, это, по-моему, Меркурий, вот, фотография Меркурия, на котором применено цветовое контрастирование, ну и некоторые другие моменты. То есть ничего тут на самом деле не переворовано, просто увеличены некоторые контрасты, которые позволяют разглядеть некоторые области, которые так бы были достаточно темны, не было бы их возможности разглядеть. Вот, так вот, мы тоже с вами начнем с фотографических изображений, и давайте посмотрим, какие приемы применяют ученые, преподаватели, кстати, тоже, да, и все те, кто работает с фотоматериалами для того, чтобы показать то, что на прямом изображении не видно, то есть при прямом фотографировании. Ну, слово «прямое фотографирование» я тоже бы хотел поставить в кавычки, потому что в чем у нас, собственно, прямое? Ну, во-первых, изображение, когда попадает на камеру, уже самой оптикой искажается. Его спектр преобразуется, и проходит только тот спектр, который пропускает оптика. Ну, это может быть не так страшно, потому что оптика оптимизируется под наш глаз, а наш глаз и сам видит, не весь спектральный диапазон. Далее аналогичные преобразования происходят на матрице, где происходит ряд нелинейных искажений, разбиений на участке, и в каждом из них происходит еще много всякой сложной работы, которые нельзя сказать, что вот прямо способствуют объективному отражению информации. Скорее, они изначально ориентированы на то, чтобы мы глазом это смогли каким-то образом увидеть. Потому что огромное большинство изображений окружающих нас имеют, например, низкий контраст, или низкий цветовой контраст, или какие-то еще характеристики, которые не благопривятствуют нам распознаванию каких-то объектов на этих фотографиях. Да и наши бытовые фото часто бывают без дополнительной цифровой обработки, бывают неказистыми, и с ними приходится что-то делать. Часть изображений уходит, например, в темноту, часть, наоборот, высвечивается, и так далее, и так далее. Иногда не хватает разрешения, и так далее. Мы все это знаем. Ну вот, в частности, мое сейчас изображение, оно нелинейно искажено, и оно сознательно нелинейно искажено. Например, сзади меня находится черный занавес, которого вы практически не видите, потому что он ушел полностью в черноту. А произошло это потому, что так работает камера. Она увидела изображение белой футболки, в которой я перед вами сейчас предстал, и настроилась на яркий объект. А темные объекты она вывела в темноту. Но это именно тот эффект, который я хотел вам продемонстрировать. Так вот, давайте задумаемся, это ложное изображение или это правильное изображение? С моей точки зрения, это правильное изображение, потому что оно передает то изображение, которое я хотел. С точки зрения объективного отображения, это не совсем правильное изображение, потому что мы могли бы увидеть то, что находится за мной, и, может быть, там распознать тоже какие-то объекты. Так вот, какие операции производятся чаще всего с фотографическими изображениями? Это изменение контраста, как правило увеличение контраста, потому что очень много малоконтрастных изображений. Изменение динамического диапазона, работа с уровнями. Это тоже похоже на контраст, но более тонкая работа, когда мы работаем с гистограммой яркости изображения и переносим часть света и тени из одной области в другую. То есть часть изображения делаем более яркой, часть изображения делаем более темной, в зависимости от того, что мы хотим получить. Псевдоцвета. Очень важные моменты. Часто изображения являются нецветными или недостаточно цветными. И мы можем сделать их цветными и тем самым увеличить цветовой контраст, опять же, для распознавания каких-то важных объектов. Или указания на какие-то объекты. А можем даже ввести псевдоцвета, то есть не поднять цветовой контраст, а ввести псевдоцвета. Например, темно-серый сделать красным, а светло-серый сделать зеленым. С тем, чтобы вообще показать какие-то границы контрастов. С тем, чтобы вы понимали их существенную разницу. Например, для того, чтобы вы лучше видели контуры каких-то предметов, которые иначе бы потерялись. Далее. Восстановление изображения по многим фото. В науке это очень часто делается. Вам говорят, например, что вы видите изображение черной дыры. На самом деле это, во-первых, не совсем изображение, потому что это радиоизображение. Но об этом чуть попозже. Это следующий пункт. Сдвиг спектральной области. Либо, да, и кроме того, это изображение, которое настолько слабое, что оно поступало на регистрирующие элементы приборы в течение многих лет. Потом складывалось, статистически обрабатывалось каким-то образом. Выделялось в нем, собственно, сам объект, и он уже восстанавливался в области света и цвета. То есть для того, чтобы мы это глазом могли посмотреть. Сдвиг спектральной области. Спектров очень много. И мы своим глазом только малую часть воспринимаем. Есть инфракрасный диапазон, радиодиапазон и, наоборот, ультрафиолетовый диапазон, гамма-кванты и так далее. Многие регистраторы, особенно астрономические, работают во всех этих диапазонах. Но не только астрономические, медицинские и так далее. Увидеть мы это никак не можем. Иначе, как если мы сдвинем этот спектральный диапазон в область видимого. Сдвиг часто сопровождается совмещением спектра. Например, мы часто можем наблюдать картинки, построенные совместно инфракрасным диапазоном, световым диапазоном и ультрафиолетовым. И при этом в этих картинках они совершенно нереальные. Это увидеть нельзя. Но они содержат гораздо больше полезной информации, чем обычные снимки. Обманываем ли мы других людей, когда такие снимки показываем? И да, и нет. Обманываем в том смысле, что нет таких изображений. Их нельзя никак увидеть, кроме как неким подобием глаза, который мы воображаем, который все эти диапазоны может регистрировать. Но полезно ли это? Да, несомненно полезно. Если, конечно, ложь не является единственной целью публикации подобных изображений. Далее. Часто мы фотографии совмещаем с рисунками. Например, часто изображение космоса совмещается с некоторым более-менее реалистичным мультипликационным изображением космических станций. Беда в том, что космическим станциям очень трудно себя зарегистрировать. Для этого надо вынести фотоаппарат на какое-то расстояние. По сути дела необходим какой-то космический дрон. Но таких, как правило, мало бывает. Поэтому часто вот так вот совмещают это все с рисунком или с видео. Вранье это? В некотором смысле да. Иногда даже это чистая фантастика. Но чаще это просто необходимость, когда вам надо показать что-то. Например, при старте старшипа таких изображений достаточно много. Это уже находится на грани фотографического изображения и визуализации. Геометрические искажения. Часто в результате оптических измерений получаются геометрические искажения. Различные операции. Подушка образная, бочка образная и так далее. Их надо убрать. То есть наложить искажения на искажение, чтобы получилось нормальное изображение. Кроме того, геометрические искажения, мы сейчас подробнее на этом остановимся. Часто бывают, сопутствуют другим операциям. Например, разворачиванию сферы в плоскость и прочее. То есть без них никак не обойтись, но надо иметь их в виду каким-то образом. Ну и, разумеется, вычищение артефактов съемки. На съемки часто попадают объекты, которые нам не нужны для того, чтобы показать. Но, опять же, вранье это или не вранье, если мы их уберем? И да, и нет. Если, например, это снимок звездного неба, на котором изображены большое количество спутников, которые Маск запустил, они сейчас, как известно, мешают астрономическим наблюдениям, то ничего страшного в этом нет. Мы их устраним для того, чтобы показать звездное небо. Нам важна истина не в фотографическом смысле слова, а истина в смысле передачи знаний. Поэтому ничего страшного в этом нет. С другой стороны, начав с вот такой лжи, можно дальше перейти уже к какому-то... Перейти некоторой грань, и после которого уже доверие к тому, что вы изображаете, перестанет формироваться у того человека, который это посмотрит. Вот предыдущий пример с изображениями из космоса, это как раз тот случай, когда у людей по какой-то причине... Ну, в данном случае, больше по причине их мракобесного состояния ума, доверие вообще на нуле находится к любым научным исследованиям. Но это не всегда упирается именно в эту проблему иногда, и в то, что человек, который что-то хочет показать, очень хочет это показать, и поэтому применяет не вполне адекватные методы. Примеры из астрономии напрашиваются сами собой. Вот это вот такое прекрасное изображение, наверное, с Хаббла, скорее всего, а может быть, даже из более современного телескопа. Здесь мы видим одновременно какие-то облака газа, какие-то галактики и звезды, каждая из которых находится ближе или дальше от наблюдателя, имеет разный цвет и так далее. Скорее всего, это изображение было подвержено некоторой обработке с целью улучшения контраста того, что на нем изображено, и, возможно, с применением каких-то псевдоцветов, или, по крайней мере, увеличения цветового контраста. Замечательный еще один популяризатор науки и астроном Сергей Попов как-то шутил по поводу того, что в 1986 году, если не изменяет память, был запущен телескоп Хаббл, и после этого количество качественных и красивых снимков из космоса увеличилось на порядок. Потом он делал драматическую паузу и говорил, но не поэтому, а потому что в этом же году вышла первая версия фотошопа. В чем-то это верно, но это говорит не о том, что астрономы стали больше врать, а о том, что у астрономов появился инструмент, подручный инструмент, при помощи которого можно красиво показать то, что раньше красиво показать было очень трудно. Красиво и информативно, обращаю ваше внимание. Еще один пример теперь из биологии. Тоже явно с применением каких-то псевдоцветов, или по крайней мере цветового контрастирования, как минимум. Слева мы видим изображение... Я не очень сведущий в астрономии, но, скорее всего, какой-то отдельной клетки, возможно, бактерии. А может быть... Нет, скорее всего, это не бактерия, это какой-то иукариот, наверное, да? Все-таки более высокого уровня клетка, возможно, клетка нашего организма, не знаю. И явно не такие цвета, на самом деле, в регистрировающем инструменте. Кроме того, что тут применено фокусирование, которое характерно для микроскопических объектов, то есть только плоскости изображения, они не распространяются... Резкое изображение не распространяется в глубину, далеко. То есть только в определенной плоскости это происходит, или в небольшом пространстве. Это уж сам по себе прием. То есть мы вместо того, чтобы видеть контекст, весь контекст у нас размазан. Вот мы видим одну клетку, и все хорошо. А справа мы видим срез клетки, точной иукариотической, возможно, человеческой, потому что я вижу здесь метакондрию слева, например, и разные другие органеллы. Также срез других органов, границ клетки и так далее. А вот тут тоже явно псевдоцвета применены, контрастирование, псевдоцвет и так далее, для того, чтобы нам было удобнее все это видеть. Иначе бы мы это все... На самом деле органика, она такая вся неконтрастная, пятнистая, и очень трудно что-то разглядеть. А вот после такой обработки все получается достаточно хорошо. Возможно, тут даже контуры подведены как-то, то есть частично применено рисование. Ну и еще один объект, который я очень люблю, это крупномасштабная структура Вселенной, фоновое реликтовое изображение. Тут почти все приемы, о которых я говорил, применены. Ну, большая часть приемов. Во-первых, смещение спектра, потому что все это в миллиметровом диапазоне принимается. Во-вторых, существенное контрастирование, потому что красные объекты от темно-синих, ярко-красные от темно-синих, реально отличаются на циферку в пятом знаке. То есть они все практически одного, условно говоря, цвета, но немножко все-таки отличаются. И те, кто захотел эти отличия нам показать, сделали очень суровое контрастирование, чтобы мы могли эту разницу в пятом знаке каким-то образом увидеть. Ну и, наконец, псевдоцвет, потому что, разумеется, никакого красного и синего в природе не существует там. И все это совсем по-другому. Но картинка, известная любому физику, она просто великая картинка, потому что в свое время на ее основе много всяких физических выводов было сделано. Ну и давайте мы перейдем, собственно, к визуализации и посмотрим, что у нас получается в визуализации. Так, я сейчас закрою лишние мессенджеры, которые пытаются мне что-то сказать. Вот так вот. Давайте рассмотрим вопросы визуализации. И первый, ну давайте подумаем, да, а вообще чем мы в визуализации работаем, да? Понятно, что глаз разные, как бы это сказать, зрение состоит из нескольких разных способностей. Это, во-первых, способность распознавать цвет, способность распознавать геометрию объекта, способность распознавать масштабы, какой объект дальше, какой ближе, способность распознавать объекты, когда они искажены или не искажены, и оценивать искажения этих объектов. ну и так далее то есть форма геометрии да форму объектов там мы например легко отличаем круглые объекты от квадратных или от овальных там и так далее начнем с цвета с цветом на самом деле самые большие заморочек если можно так сказать а вот ответьте на вопрос пожалуйста прямо в чате какого цвета эти лебеди я даже сделаю паузу пожалуйста ответьте в чате это легко понять о а прекрасно что мнение разделились на самом деле никто нам не дает час информации какого они цвета лебеди на самом деле белые но ведь бывает и черные лебеди до освещение таково что черные лебеди и белые при таком освещении выглядит одинаково абсолютно и использовать здесь цвет объекта как некий объективный показатель абсолютно не неверно мы можем просто наш мозг знает что большинство лебедей белые вот поэтому он предполагает что это скорее искажение нашего зрения и корректирует это искажение то есть мы в мозге своем как бы знаем что они скорее всего белые тем более если мы были здесь днем и видели этих или других лебедей белыми другое дело если мы вот интересный случай когда мы были на этом месте днем и видели оставили бедей в которых половина белые половина черные да вот тогда вообще ничего не скажешь вот да ну вот как так то есть светом всегда примерно так цвет это несколько сложнее чем наше представление о цвете даже вот правильный есть такая колористика до который изучает цвет и есть некие упрощенные научные понятия о свете о цвете вот но даже они в некоторых ситуациях совершенно не действует вот поэтому с цветом надо быть аккуратными и используя цвет понимать как он действует на наш мозг ну вот еще один вопрос какого цвета эти шары собственно какого цвета не не столько важно важно то что они нам кажутся разного цвета на самом деле они все одинакового цвета если вы эту картинку скачаете загрузите фотошоп подведете указатель мыши и спросите какой это цвет вы увидите что аналогичные по геометрическому расположению точки будут иметь абсолютно одинаковый цвет окружение этих условных шариков создает впечатление что они совершенно разного цвета что это шарики четырех разных цветов но это не так вот ну это вы можете сказать что это то что мы часто называем обман зрения а я вам на это возражу что все что мы видим вокруг на самом деле тоже является обманом зрения потому что не обмана не бывает мы каждый раз обманываемся только мы привыкли к этому обману и мы корректируем мозгом этот обман ну и давайте перейдем каким-то более уже конкретным задачам вот задача визуализации очень интересный способ визуализации но способ вполне обычный это казахская визуализация число верблюдов на тысячи человек в казахстане вопрос а как задавать шкалу вот человек который делал эту визуализацию задал ее так что большое количество верблюдов более двухсот отображается зеленым цветом а малое количество верблюдов красным цветом но красные зеленые цвета они не нейтральны они красный цвет вызывает у нас ощущение тревоги а зеленый ощущение спокойствия в результате получается что вот как бы человек обеспокоен уменьшением количества верблюдов как мой один знакомый сказал обезверблюживанием северных областей казахстана то есть месседж который следует за этой инфографикой опирается на наше представление о цвете о том что красный цвет для нас является не очень комфортным цветом вот ну возможно европейский человек сделал бы другую шкалу на которой бы наоборот зеленые был зеленый и красный были поменены местами а я бы эту шкалу сделал вообще менее менее говорящий что ли да более равномерный возможно ограничился бы желто вот спектром от светло-зеленого до светло-оранжевого в этом случае месседж связанный с опасностью не так был бы явен или взял бы вообще другие цвета которые более нейтральны для для показа а то и серые цвета да где более серым цветом показал бы большее количество верблюдов а менее серым цветом более белым цветом меньшее количество верблюдов вот вот так цвет влияет на то сообщение которое мы делаем для наших ну в данном случае учащихся если мы говорим об учебной инфографике вот мы видим что цвет не нейтрален а также мы можем увидеть у меня тут уже картинки особой нет под это то что цветом мы вообще можем передать не очень много информации количество одновременно различаемых на инфографике цветов не очень сильно отличается от десятка то есть реально мы конечно различаем огромное количество цветов и цветовых оттенков но с тем чтобы показать что это вот что-то разное очень много оттенков показать нельзя поэтому ту информацию которую мы передаем цветом лучше чтобы это была информация либо качественная либо количественная но где собственно сама количественность не очень ярко выраженная чтобы нам не надо было очень точно показывать различия например там во втором или в третьем знаке после запятой давайте еще немножко про разные другие вещи про размеры форма да ну вот тут такая достаточно шуточное изображение как вы понимаете это некий аналог карты которые мы видим до очень узкой чили и относительно толстая аргентина вот но месседж мой другой он связан с тем что размер и форма это как раз то что очень хорошо и точно глазом видится поэтому если вы хотите передать какие-то точные параметры лучше передавайте их либо геометрическим положением какой-то точки или объекта или форма это объекта собственно мы это используем со школьных времен когда рисуем графики функций график функции это достаточно точная вещь ну по крайней мере рисую карандашом по бумаге две точки после запятой мы вполне можем обеспечить то есть там где-то точность 1 сотая ну точно можем обеспечить это во многих случаях достаточно и во многих случаях визуализации тоже вполне достаточно если вам надо показывать там третий знак после запятой это уже не всегда инфографика вообще принципе справляется с этим ну есть особые может быть формы но мы о них мы сейчас говорить не будем ну и вот размеры форма если переходить к общепринятым каким-то схемам то мы можем видеть что часто размер и форма передаются вот таким вот образом стандартным это либо столбики либо площади и надо иметь ввиду что ну столбики лучше всего они передают размер достаточно точно и их можно по несколько агрегировать а вот площади часто передают площадями площадями ну надо иметь ввиду что если вы даете площадную фигуру надо ориентироваться на площадь то есть не на ее линейный размер она площадь то есть если вы говорите что вот например ввп стран различаются как вот эти вот фигуры до 1 2 3 то надо иметь ввиду что ввп будут соответствовать площади этих фигур они их линейным размером если вы опираетесь на линейный размер то вы скорее всего получите не тот эффект который хотели или наоборот наврете так как хотели нежелательно делать ну и совсем чего не надо делать до площади ощущается немножко хуже человеком чем линейный размер а совсем плохо объем тем более что вы ведь в инфографике объем будете рисовать все равно на на плоском экране или на плоской бумаги да то есть чего уж точно не надо делать это не надо рисовать кубы всякие да не надо рисовать шары потому что человек не понимает объем на самом деле человек очень плохо оперирует объемами он не очень хорошо понимает сколько литров входит например вот в кубик такой-то величины когда посчитает конечно узнает а вот так вот сходу глазом оценить не всегда получается поэтому на объем и лучше вообще в инфографике никак не опираться масштаб и положение да то есть одно и то же можно показать разным способом используя разные масштабы и разные положения на оси на осях x и y ну традиционные графики и вот мой традиционный пример из книги александр богачева графики которые убеждают всех а у меня еще несколько примеров будет из этой книги и вот но источник он сам вот привел это другой несколько источник но смысл в чем в зависимости от того что вы хотите сказать у вас получается разные графики вот например если вы в процентов хотите показать то вы можете показать что с 28 по 40 год в ввп россии росло прос до рос быстрее чем во всех ведущих капиталистических странах с другой стороны если вы то же самое будете показывать в абсолютных единицах мы видим что сэр хоть и рос лучше других но в абсолютных цифрах давать достаточно сильно отставал от всех стран с которыми ему придется как воевать так и сотрудничать в будущей войне вот что верно да и то и другое верно на самом деле истина и там и там просто вы каждому из этих графиков передаете разные сообщения вот об этом мы еще немножко чуть позже поговорим а в данном случае я хотел бы на это обратить внимание в том смысле что использование масштаба и положения очень сильно влияет на то что и как вы объясняете и как поймут ваши ваши рисунки еще немножко об использовании абсолютных и нормированных данных ну нормированные данные это на единицу чего-то там самый такой известный пример это абсолютные ввп по паритету покупательные способности это один из способов нормирования данных и еще более нормированные данные это ввп на душу населения что важно да важно на самом деле и то и другое вот опять же два графика который показывает количество это один из по моему то ли 90-е годы то ли начало двух тысячных годов количество преступлений на разных в разных регионах россии вот и вот мы видим что если мы берем абсолютное количество преступлений да то мы видим ярко почти черные области в частности рядом с москвой да где большое население соответственно большое количество преступлений и так далее есть еще регионы с большим количеством преступлений а если же мы посмотрим на карту где на душу населения мы увидим что наоборот москва она такая вот беленькая маленькая вот здесь вот остальные области распределились не совсем по-другому не то чтобы сто процентов наоборот да но существенно по-другому то есть взгляд нормированные взгляд абсолютных значений он совершенно различен что когда хорошо использовать трудно сказать на самом деле ввп на душу населения самое большое сейчас люксембурге о чем это говорит ну видимо о том что в люксембурге хорошо жить вот но значит ли это что люксембург значительная экономическая держава ну в общем нет не значит в китае ввп на душу населения едва ли входит в в первые 50 стран тем не менее экономически это первая или вторая страна в мире вот что важно важно то что мы сейчас хотим показать как эти страны будут мериться до с точки зрения где лучше жить или с точки зрения могущества экономического этих стран вот в зависимости от того что мы хотим показать мы должны разную инфографику применять но тот человек который эту инфографику применяет и тот кто ее потребляет должны понимать что эта инфографика несет только часть информации о той стране и экономической мощи той страны про которую это рассказано очень часто мы этого не понимаем и используем эти инфографические данные как некий абсолют на котором можно строить абсолютно любые дальнейшие рассуждения нет это не так геометрические искажения но вот самое известное геометрическое искажение которое внесла наверно больше всего путаницы в наш обиход это карта проекции меркатора хочу сказать что другие проекции тоже не лучше потому что каждая из них несет искажение потому что шар на плоскости без искажения отобразить нельзя но тем ни менее несмотря на то что мы все видели глобус но видимо глобус не всегда перед нашими глазами а карта гораздо больше мы в уме понимаем многие страны и острова гораздо больше чем они есть на самом деле наша страна действительно огромна но она не настолько огромна как мы привыкли представлять есть такое такая шутка что никто не сделал для величия россии больше чем меркатор вот наша страна вот вот примерно такая если бы ее рисовать на экваторе они она примерно вот вот так вот выглядит вот то есть она гораздо меньше африки на самом деле хотя мы визуально видим ее больше африки ну и второй пример это сопоставление австралии и ислам и и и гренландии мы видим что гренландия на самом деле гораздо меньше в три или четыре раза меньше австралии но на карте меркатора мы видим ее в два-три раза больше и это совершенно не соответствует действительности вот поэтому когда мы что-то визуализируем мы должны исходить из того что те геометрические искажения которые мы вносим должны быть либо понятны либо явным образом указаны ну либо как-то надо все-таки передать информацию о том что эти искажения имеют место с другой стороны те кто воспринимает эту информацию должны понимать что такие искажения могут иметь место вот еще один пример проекте меркатора здесь изображен изображена окружность то есть окружность нарисованная на глобусе на глобусе а потом развернутая на карте в проекте меркатора вот так она выглядит примерно это другое изображение чтобы показать как какие искажения у нас есть искажения бывают полезными бывают вредными бывают неизбежными как в прошлом случае бывают ну я бы здесь назвал смешанными иногда искажение допускается вполне направлено вот два изображения которые я бы назвал одновременно и полезными и вредными на первом изображении мы видим взаимное расположение и размеры солнца планет и их орбит на втором без орбит только солнце и планеты что здесь правильно что неправильно ну наверное для начальной школы это вполне подходит потому что дает представление о том какие планеты за какими на своих орбитах находится что солнце гораздо больше всех планет и как планеты примерно друг с другом соотносят например то что земля ну в общем сильно меньше юпитера а вот то же самое на второй карте хотя на втором визуализации хотя тут меньше видно ну вот например тут явное вранье то что земля и сатурн меньше земли да ну ни в какие рамки но примерно в общем можно сказать что полезность есть на начальном этапе когда мы учим младших школьников знакомим их составом солнечной системы то это не так на самом деле более правдивые изображения вот такие вот реальное отношение не орбит но планет между собой мы видим что земля она вот вот такая вот она ну гораздо меньше планет гигантов вот хотя больше планет земной группы она на два порядка по линейному размеру меньше солнца то есть солнце укладывается примерно 100 100 там 30 диаметров земли соответственно по объему это миллиард миллиард раз вот вот тут уже все более более менее нормально и для продвинутого изучения такая визуализация гораздо лучше если же говорить о об орбитах то вот эти орбиты на самом деле вот справа в увеличенном виде да мы видим что дальние да во первых тут не видно даже солнце и это правильно если мы тут нарисовали солнце оно было бы маленькой маленькой точкой в центре которая тем более не видно планет то есть орбиты планет по сравнению с их размерами гигантские вот далее надо мы здесь видим что орбиты планет внешних они во много много раз дальше от солнца чем планет внутренних то есть тут никакой линейности тут нет и вот это та правда которую надо давать тогда когда люди уже знают состав солнечной системы и более-менее знают какая планета за какой следует уже знают предыдущие вот то что планеты сильно по размеру различаются и так далее ну уходя дальше на самом деле многие ли из и из вас знают реальный масштаб солнечной системы по сравнению с ближайшими звездами ну если я вам скажу что например типичное расстояние между землей и марсом в миллион раз меньше чем расстояние до ближайшей земли то это даже вводит человека в некоторое такое состояние когда он понимает что полеты к звездам скорее всего состоятся не при его жизни если вообще состоятся вот а ведь мы так если исходить из тех визуализации которые у нас часто есть это вот солнечная система и тут вот она заканчивается сразу какие-то звездочки пошли да но это все не так на самом деле вот поэтому когда вы думаете о визуализации думаете о той степени упрощения которое необходимо на том этапе которые вам с которой вы сейчас сталкиваетесь ну и не забывайте о том что собственно ради чего вы делаете вашу инфографику вашу визуализацию ради выделение основной информации и если получается что вы рисуете инфографику ради того чтобы нарисовать что-то красивое то вы провалили ваш проект на самом деле вы должны выделить основную информацию и дать ее простейшими простейшим визуальным способом если окажется что визуальный способ вообще не нужен ну значит значит и инфографика не нужна и визуализация не нужна на самом деле какая-то простую мысль ее можно передать и без этого и без рисования вот тут два примера опять же из книги александра богачева графики которые убеждают всех исходная инфографика которую кто-то нарисовал и инфографика после там примерно 10 показанных в этой книги этапов упрощения мы видим что подверглись изменениям и исходный рисунок и надпись и теперь явно виден месседж который мы хотим передать нашему нашим слушателям нашим как как это сказать потребители инфографики да не всегда это студенты но те кто эту инфографику потребляют вот ну и дальше про месседж до о том что мы сейчас это главное если у вас нет никакого месседжа то за редким исключением когда вы даете инфографику людям высокого уровня для того чтобы они на этой инфографике что-то поизучали бы посмотрели бы и сами сделали бы какие-то выводы за этим редким исключением если у вас нет ярко выраженного месседжа информации то инфографики то то ваш проект визуализации провален а вот мой любимый пример это инфографика которая показывает психологию отношений преподавателей и учащихся я не буду задавать этот вопрос что это такое сразу отвечу это распределение баллов в польше в некотором аналоге нашего егэ то есть 30 баллов означает но по сути дела разницу между положительной оценкой и отрицательной оценками меньше 30 баллов это означает человек не успешен и поэтому его надо там отсеять или каким-то образом не пустить дальше а вот и мы видим что преподаватели стараются это статистическое статистические данные по всей стране или по какому-то крупного региона не знаю вот мы видим что преподаватели всеми силами стараются натянуть балл когда видят что человек что-то знает но вот он болтается рядом с этими 30 баллами и никак не может получить чего-то и вот ему натягивают эту оценку мы видим что 29 баллов почти никто не получает это надо видимо уж как-то совсем плохо себя повести с преподавателем что он поставил 29 баллов вот вот если уже где-то 23 то преподаватель понимает что но это твердая двойка уже как бы не с этим ничего не поделать ну и дальше ниже а вот в пределах от 23 до 30 преподаватель старается натянуть оценку и все-таки поставить на условную троечку да и вот эта инфографика месседж этой инфографики просто кричит об этом да потому что явно видно как работает психология учителя ну то же самое про месседж дает возвращаясь я не буду еще раз говорить да в зависимости от вашего месседжа александр богачев даже не без издевки называет это месседжем охранителя и месседжем либерала нам но на самом деле это не совсем так но вот увидите да в зависимости от того что вы хотите показать вы показываете либо график слева либо график справа правда она состоит и в том и в другом на самом деле далее я бы сказал вот в таком если взять квантово-механическое представление то что это супер позиция и того и другого будет составлять правду а в отдельности это только частичная правда да ну вот еще один месседж ярко выраженный месседж на инфографике которая сделана не по правилам но именно поэтому она замечательная до new york times начала эпидемии к вида количество смертей начинает шокировать людей потом она перестает шокировать несмотря на то что повышается нью-йорк столица к вида в нью-йорке это апрель начала начала апреля именно там больше всего зашкаливает количество смертей от к вида и вот как это показано то что значок на карте пробивает все возможные правила верстки газеты так газеты не верстают на самом деле заголовок газеты должен быть неприкосновением ничто туда не должно заходить но это инфографика заходят потому что потому что в этом был месседж основной статьи этой газеты да можно было искать иногда можно сделать ой ой да это к вопросу о том светлана надо ли показывать о том что правда всегда сложнее чем то что мы показываем в инфографике это точно да но мы никогда все равно не можем показать правду в ее полноте и то что вы написали о среднем и медианом это тоже совершенно это тоже как бы повод для войны до которые ведут не один день и год многие специалисты идеи данные схемы инфографики следующие четыре кадра я вам показывать не буду она они из они очень важны но они из другого моего выступления которое могло бы занять еще там минут сорок поэтому я их припускаю но пожалуйста ознакомьтесь с ними можно ознакомиться на самом деле и без комментариев по с вот этими четырьмя списками либо посмотрев моё предыдущие вебинар на тему инфографики вот здесь вот поэтому я их смело пропускаю тут вот как раз по поводу месседжа по поводу того что не всякие числовые данные вообще подаются поддаются визуализации если поддаются то надо хорошо представлять какую схему мы используем и так далее и так далее вот та книга которую я вам советую эту книгу я разумеется вам не могу от просто отдать потому что автор живой и он хочет чтобы у книгу покупали пожалуйста переходите в литрес или куда-то еще вторая версия этой книги она издание скорее исправленная чем дополненная но гораздо лучше выглядящая вышла недавно поэтому приходите покупайте эту книгу либо в электронном виде либо спрашиваете в бумажном виде вот она очень хороша и очень хорошо вправляет мозг по отношению того какие инфографические какие инфографики хороши какие нет и какие инфографические схемы хороши и нет а мы поговорим здесь вкратце об этом же самом первую да во первых нулевая инфографическая схема состоит в том что иногда вместо инфографики надо дать просто просто число мы люди в основном грамотные мы числа знаем но по крайней мере 99 процентов людей грамотные нас окружающие поэтому если какое-то важное число дать просто число возможно увеличив его размер чтобы показать его важность то это то что или я называю нулевой инфографической схемой то есть инфографическая схема которая на самом деле псевдо инфографика а просто мы говорим о том что вот это число важное откуда я взял этот пример вот снизу есть ссылка это лекция сергей скворцова директора компании меркатор который специализируется на визуализации вот его всегда приятно посмотреть поэтому пожалуйста вот тоже посмотрите это замечательный человек и он делает замечательные лекции по визуализации вкратце пройдемся по схемам схемам визуализации простые данные то есть всего несколько чисел или одномерных чисел либо так скажем слегка двумерных то есть но вот здесь вот то что я называю слегка двумерными да вот это ну например пять компаний да и допустим и здесь по горизонтали например года да а это прибыль или еще какая-то характеристика вот почему слегка двумерными ну потому что много если здесь много компаний например да например там десяток или двадцать то это уже не работает схема то есть если у вас есть простые данные то простая столбиковая диаграмма или немножко более 100 сложная столбиковая диаграмма или диаграмма секторная или диаграмма площадная вот такая они подходят лучше всего и не надо придумывать ничего ничего лучше особенно если у вас есть задача просто показать как она есть на самом деле без какого-то драматизма того как это все отображать далее сетевые диаграммы то что надо показать в виде связи каких-то элементов друг с другом вот здесь у нас есть как какое-то количество точек которые что-то представляют как правило какие-то категориальные данные то есть опять же города страны люди или еще что-то да и мы видим что между ними существуют какие-то связи это всего лишь существование связи и не более того то же самое здесь но на карте до имеется ввиду что объекты тут являются географическими ну или вот здесь где мы видим какие-то отношения между это почти то же самое что первый случай до 1 и 4 случае почти одно и то же ну и третий случай особый я забыл как это диаграмма называется по моему она называется диаграммой сын кей но не не суть это когда есть несколько элементов например 6 здесь и они обмениваются какими-то цифровыми параметрами то есть например объемом импорта и экспорта да вот 6 стран и между ними существует между каждыми из ними существуют какие-то взаимоотношения вот такую диаграмму можно применить хотя она достаточно сложна уже для восприятия научные данные часто применяемые в научных статьях это обычные графики например да никто их не отменял это так называемая вот любимая мной скрипичная диаграмма когда мы производим какие-то измерения и откладываем здесь функцию частотности вот эта функция частотности ну а здесь просто симметричные воспроизводим вот функция частотности это аналог функции плотности вероятности но плотность вероятности подразумевает бесконечное количество опытов а если число опытов конечно это называется частотностью а вот и вот в таком виде это уже можно публиковать журнале ну и тут также точкой как правило показывается медиана и 1 1 квартир 3 квартир там не буду сейчас заострять на этом внимание примерно то же самое вот здесь это столбиковая диаграмма но с вот этими значениями доверительного диапазона в которые входят эти значения доверительный диапазон связан с измерениями преобразованиями и так далее то же самое здесь но здесь на двумерные измерения какие-то ну и здесь мы просто точками отмечаем все наши опыты которые произвели вот и отмечаем их точками и мы человек просто глазом видит как это все измерялось и как это попадает вот здесь это коррелирует лучше это можно показать первом приближение прямой а вот здесь уже непонятно можно ли такой прямой показать или нельзя а потому что слишком далеко точки ложатся вот ну и многомерные данные их можно по-разному показывать и мой любимый пример вот этот это тепловая карта когда у нас есть по вертикали и горизонтали различные либо категрегальные либо цифровые данные и мы их есть еще 3 3 параметр который мы показываем цветом ну вот например здесь город а bc и какой-то к а от декабря до января месяцы и средняя температура например или максимальная температура вот очень очень наглядная вещь вот есть еще вот такие виды виды измененные столбиковые диаграммы где показаны как вот эти вот ширины так и несколько высот несколько разных несколько разных параметров которые как правило составляют либо сто процентов какую-то нормированную величину как правило а еще один вид диаграммы это забыл как она называется звездчатая или радиальная по моему она называется радарная вот радарная диаграмма на самом деле диаграмма которую я вам не рекомендую использовать хотя в бизнесе она часто используется вот потому что она очень сильно искажает то что вам хочется показать в зависимости от того как вы выберете порядок следования вот этих лучей на которых откладываете значения получаются разные звезды разные изрезанности и месседж несколько искажается вот а площадь этой фигуры не всегда говорит о том что вы хотите передать на самом деле ну и вот пузырьчатая или пузырьковая диаграмма и и некоторые модификации где вы можете пузырьками изобразить много чего то есть во первых две оси ось x ось y далее цвета этих пузырьков размер этих пузырьков ну еще и форма то есть могут быть тут кружочки квадратики треугольнички и так далее то есть очень много параметров можно передать а если еще ввести сюда и анимацию и сделать ось времени собственно оси времени чтобы они во времени как-то изменяли изменялись получается так называемая диаграмма ханса рослинга когда пузырьки начинают где-то возникать и куда-то переходить с течением времени например мы показываем период времени от 1950 до 2020 года по осям показываем например ввп стран и их какой-то другой параметр население этих стран или плотность населения этих стран и потом смотрим как это по годам все происходило и оказывается что пузырьки как-то группируются и страны из разных из одного региона каким-то образом группируются друг с другом очень наглядно получается и просто визуализация просто супер получается вот данные примеры взяты мной из вот этого каталога визуализации данных если вас интересуют схемы обязательно заходите сюда и познакомьтесь с ними тут больше схем чем те которые я вам показал и прекрасные примеры приведены правильного их использования вот ну и наконец реализации до инструменты я вам не буду много рассказывать потому что я очень большое внимание инструментом уделяю на своем курсе о котором я рассказывал только три примера первое не игнорируйте те инструменты которые у вас под рукой например excel в экселе можно изобразить многое много чего вот например явно не присутствующая схема визуализации в экселе есть и свои визуализации которые можно реализовать но даже явно не присутствующие в экселе визуализации вы можете организовать вот например тепловая карта здесь я в качестве примера показываю тепловую карту двумерного распределения это математическая функция которая это все описывает соответствует примерно тому что можно получить в результате дифракции от различных щелевых источников вот а ну здесь псевдо цвет разумеется да красный это темные области зеленые это светлые области вот такие вот полоски получаются вот другой инструмент который вам категорически советую это сервис дата рэпер он находится в немецкой немецкий сервис вот прекрасный сервис на котором можно много чего делать ну и в частности с ним очень хорошо работать с картами и с регионами вот та та схема которую я часто показываю на этом на примере этого сервиса ну и сервис который называется флоуриш он для меня в настоящий момент является ведущим несмотря на то что им немножко сложнее стало пользоваться из россии приходится использовать vpn но что ж поделать работать все равно удается а результаты труда видны без всякого vpn неприятности возникают только при изготовлении а вот здесь около сотни различных схем инфографических включая очень привлекательные такие как гонки гонки графиков вот здесь например вот вот эта схема гонка графиков когда вы прибавляете анимационный эффект и за счет этого появляется драматизм в вашей инфографике ну и вот несколько шаблонов флоуриш это шаблон гонка не гонка графиков а просто гонка или по-английски chat bar race то есть гонка столбиковые диаграммы если можно так перевести да то есть та же столбиковая диаграмма только во времени изменяющаяся определенным образом чтобы придать какой-то драматический эффект тому что происходит вот та же самая гонка графиков похожее но с сохранением того что уже было соответственно здесь количество элементов показываемых но она 35 а на предыдущем там 10 15 может быть вот но выполняет примерно одну и ту же функцию схема ганса рослинга который который я говорил когда страны когда пузырьки все например выплывают вот отсюда в начале это моя собственная визуализация можете ее посмотреть визуализация начала развития ковида в мире по странам здесь показано множество разных параметров заболеваемость смертность удельная смертность и цветом показано так называемый рейтинг рейтинг безопасности здравоохранения вот и когда мы смотрим то вот все пузырьки вот отсюда выплывают и начинает расходиться каждая по своим траекториям зависимости от того как как страна себя повела на начальной стадии эпидемии вот ну и у меня собственно все я постарался как смог осветить данную тему наверное мне не все удалось потому что по этой теме у меня очень много чего скопилось и если бы я ее полностью освещал это было бы наверное нам на много часов но основную информацию наверное вам сказал вот еще раз хочу пригласить вас на свой курс который состоится 5 ноября начнется озвучьте основные самые распространенные причины по которым визуализация может быть неправильно интерпретирована ну давайте собственно собственно по всем тем пунктам по которые которые обозначил прибавляя в начале искажения неправильные операции с цветом да ну самое первое и самое главное это сознательное вранье то есть мы очень часто видим когда инфографика и визуализация применяются для введения в заблуждение и это самый первый и самый главный пункт по которым неправильно могут быть интерпретированы результаты второй пункт неправильное обращение с цветом ну вот пример был с верблюдами хотя может быть это с точки зрения месседжа автора это был правильный месседж вот обращение светом опять же делятся на разные подпункты это первое просто предание неправильных цветов определенным уровнем чисел то есть предание неверных предание неверных как бы это сказать эмоциональных окрасок цветовых тому что вы показываете следующий пункт это неверное большое употребление цветов когда вы употребляете много цветов и от этого рябит в глазах и совершенно растворяется ваш месседж третье с цветом это использование цвета для очень точных данных когда вам надо показать очень тонкие изменения между регионами например да и получается почти одинаковый цвет и в результате вы ничего не показываете этим то есть неправильное использование цвета в качестве того что вы хотите показать это только с цветом до порядок масштаб положение да понятно что неверный масштаб это сразу неверный месседж то есть вы показали прямую в то же время если бы вы сделали бы тот масштаб который нужен вы увидели бы что это кривая как-то на самом деле не не прямая кривая ну вот простой пример да или тот пример который с вами проводил положение да не там находятся объекты где они должны находиться то есть они нужный объект находится например не по центру ифографики а где-то с краю и это уже совсем по-другому смотрится он воспринимается не как основной объект а как объект окружения скажем так искажение пространства ну карта меркаторы вы видели это не единственный пример когда искажения могут каким-то образом помешать что еще выбор неправильной инфографической схемы когда вы пытаетесь условно говоря натянуть схему предназначенную для одиночных данных или малых данных на большие данные и как-то наоборот использовать схему не предназначенную для наоборот показывать там схему предназначенную для больших данных для малых данных получается какие-то излишества визуальные которые непонятно как трактовать излишнее применение драматизма вот например я только что показывал схемы которые выглядят вполне драматично это например гонки графиков да но когда никакой реальной гонки нет и никто ни с кем не соревновался реально то зачем этот драматизм он только вводит в заблуждение вот это основные вещи которые я бы назвал причинами по которыми визуализация может быть неправильно интерпретирована ну плюс объективные причины о которых я говорил связанные с фотографическими вещами да все эти искажения которые вы сознательно вносите вы их можете вносить как с умом для того чтобы передать основную информацию так и без ума для того чтобы разрушить ту информацию которую можно почерпнуть из исходного фотографического изображения вот как то так может ли визуализация данных быть полностью свободной от субъективного восприятия нет конечно то есть надо всегда понимать что визуализация сама по себе уже субъективно потому что она подключает субъекта что такое зрение зрение это субъективный процесс поэтому как только мы включаем визуализацию вообще как принцип мы переходим к субъективности да но это хорошая субъективность потому что глаз все-таки по сравнению с другими чувствами он очень в кавычках более объективен все-таки каковы основные принципы создания интуитивно понятных визуализаций эта тема даже не на курс мой а гораздо шире основной принцип это иметь самому понимать те данные которые вы хотите визуализировать иметь в связи с этим некий месседж которые вы можете в визуальном визуальной форме передать вашим потребителям вашей визуальной информации ну и осуществление этого месседжа при помощи правильной инфографической схемы вот три столпа наверно прекрасно люблю когда много вопросов как вы видите будущее визуальных данных и какие тенденции по вашему мнению будут доминировать ближайшие годы а будут больше врать при помощи визуальных данных благо искусственный интеллект скорее всего способен поставить это на широкую ногу будет больше анимации чем более простые инструменты для широкой аудитории будут сделаны по анимации анимации анимация сама по себе не проста разумеется да но если есть инфографические схемы которые используют относительно просто то использование анимации сразу на порядок увеличивает эффект то есть если просто картинка имеет замечательный эффект по сравнению с текстом то оживленная картинка имеет еще сильный эффект по сравнению с не оживленной картинкой поэтому анимированная визуализация будет все больше и больше занимать наше наше пространство визуально вот это на первый взгляд может быть появится что-то новое например вот схема ганса рослинга она появилась 2000 года несмотря на то что сам принцип ну он не то чтобы очень сложный да просто появились компьютер на которых это легко реализовать ну относительно легко вот и теперь этому наверняка может быть появится и какие-то еще другие схемы которые будут интересны и также полезны как схема ганса рослинга спасибо за ваши вопросы я люблю когда после вебинара много вопросов значит мы с вами потрудились не зря я извиняюсь за то время которое дополнительно занял у вас но вот к сожалению быстро у меня не получилось вот еще раз за у вас на свой курс если кто-то из вас хочет получить практическую информацию по не информация практически знания и умения по инфографике визуализации учебному видео пожалуйста милости просим на мой курс вот ну и я готов ответить на ваши вопросы либо по почте либо у себя в вконтакте свой аккаунт в фейсбуке я не даю по понятным причинам но я там тоже присутствую в общем где найдете меня можете там задать вопросы по телефону нежелательно а по остальным ну и разве что у вас есть какой-то важный важная причина позвонить а по остальным средством коммуникации пожалуйста всегда всегда рад ну что ж давайте на этой ноте положительное мы завершимся я очень надеюсь что та информация которая вам дал как-то вас немножко изменит в лучшую сторону может быть да но я может быть очень оптимист на самом деле а просто ко всем этим вещам не просто дайте своим умом например я потребляя большое количество визуализации не сразу все это осознал не сразу осознал разницу между чистой фотографии и фотографии специально сделанной для лучшей визуализации и так далее мы должны понимать что понятие объективного мира оно достаточно зыбкое и то что нам дают анализировать на входе да то есть применять свое критическое мышление и пытаться понять нам это дают для того чтобы нас обмануть или для того чтобы нам лучше объяснить те искажения которые мы видим для чего они сделаны часто это будет для того чтобы нас обмануть но в нашей области в области обучения все-таки я вас призываю пользоваться теми способами которые лучше объясняют они обманывают вот на этой ноте я хотел бы завершить наш вебинар последняя моя функция состоит в том чтобы дать вам ссылку на систему выдачи сертификатов на которые вы можете получить не буду вам объяснять как это сделать там все очень просто вот ну и у меня собственно все спасибо всем кто пришел до свидания встретимся в директ академии на сайте о в об в в Продолжение следует...